Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок. И сегодня я хочу вам рассказать о такой интересной теме, о такой работе, как заготовка черенков для весенней прививки. Как часто бывает, у нас есть старое дерево, какого-нибудь редкого, народного или зарубежного сорта, а саженцев его нет. Или вы увлеченный садовод-любитель, который любит прививать сам, а черенок весной не всегда удается найти. Или подвернулся случай срезать именно тот сорт, который вам нужен, с тем, чтобы весной уже готовым черенком привить ветку, сделать саженец или прививку в крону, чтобы получить эдакое дерево-сад. Но чтобы это все получилось, сначала нужно заготовить черенок именно для весенней прививки. И эту процедуру, заготовку, нужно провести именно сейчас, в декабре месяце. Почему? Почему не в январе, феврале или непосредственно перед прививкой, казалось бы, свежий череночек срезал, сразу привил? Это было бы правильно, если бы у нас не было таких суровых, своеобразных зим. Когда оттепели чередуются с серьезными морозами, когда весной вдруг ударяет минус 20, минус 25, то однолетний прирост в побеге часто подмерзает. Иногда подмерзают даже более серьезные ветки, подмерзает кора. И такие черенки уже использовать для прививки нельзя, они просто не примутся. Поэтому мы заготавливаем черенки для весенней прививки всегда в декабре, до наступления серьезных холодов. Они уже давно сбросили листья, растение вошло в состояние физиологического глубокого покоя, то есть черенки спят, и они уже не проснутся до весны. И можно, взяв секатор, пойти в сад, к друзьям, или вдруг вы где-то в командировке у гостей, у знакомых, обнаружили нужный вам сорт, и срезать черенок. Но для того, чтобы прививка была удачной, и черенок должен быть удачным. Как выбрать черенок для прививки? Первое. Ни в коем случае не берите для прививки черенки из волчков. Волчки – это сильно растущие, жирующие побеги. Вот здесь передо мной как раз кусочек такого волчка. У них почки часто очень недоразвитые, очень слабые. Древесина иногда не вызревает, она плохо сформирована с большой сердцевиной. Такие черенки плохо приживаются. И такие черенки потом дают ветки растения, которые зацветают гораздо медленнее, нежели взятые правильно черенки. Далее. На черенках не должно быть повреждений, не должно быть травм, не должно быть трещин или, не дай бог, болезней. Потому что, взяв такой черенок, вы получите больное растение, которое погибнет в течение первого года двух максимум. Третий момент. Черенок – это всегда однолетний прирост. Иногда можно услышать, что я вот беру двух-трехлетнюю древесину, прививаю, все хорошо. Да, такое можно сделать, но приживаемость будет ниже. Результативность, соответственно, тоже. Дело в том, что на двух-трехлетней древесине и так далее очень мало вегетативных почек, которые должны дать начало именно новому деревцу, либо новой ветке. Вот обратите внимание, здесь у нас двулетняя ветка яблони. Вот здесь однолетняя часть, вот двулетняя, там пошла трехлетняя. Вы видите, что здесь уже цветковые почки. Если такой веточкой привить, она становится на месте, если приживется. И будет в лучшем случае цвести вот такой вот кусочек, а потом дерево его просто заглушит и сбросит. Еще один момент. Толщина черенка. Часто бывает, что дерево старое, прирост очень маленький, очень слабый и, соответственно, очень тонкий. Вот из таких тонюсеньких черенков толку тоже не будет. Можно рискнуть взять самую нижнюю часть, где есть хорошо сформированные почки. В таком случае, вероятнее всего, оно приживется, но растенница будет очень слабая. Чтобы, кстати, получить хороший черенок со старого, такого уже уходящего дерева, ему нужно провести омолаживающую обрезку, срезать несколько крупных веток, чтобы спровоцировать активный рост и уже потом брать хороший прирост для черенкования. Далее. Черенок должен быть вызревшим. Если вы видите на верхушке черенка хорошо сформированную почку, если он упруг и жесткий, то это хороший черенок. Его можно срезать. Если же на верхушке находится недревесневшая часть, там нет почки, а наоборот, тонкий побег, который замерз, подвял, и сам черенок легко сгибается, чуть ли не оборачиваясь вот так вот вокруг пальца, такой черенок тоже ни в коем случае не подойдет. Он слишком слаб. И, скорее всего, даже в процессе хранения он потихоньку начнет гибнуть. И приживаемость от таких черенков будет очень низкая. Для самой прививки всегда желательно брать среднюю часть черенка. Именно там находятся самые типичные, самые вызревшие, правильно сформированные почки. У основания черенка часто находятся плохо сформированные маленькие, мелкие почки, спящие. Ну и, соответственно, на верхушке иногда бывает так, что почки вызрели не совсем до конца, плохо дифференцированы. Они, конечно, приживутся, но выход будет слабее. И, наконец, самые выгодные черенки, если мы возьмем такие культуры, как яблоню, грушу, это те, которые отходят от плодовых образований. Там, где вы видели, что черенок отходит от того места, где в этом году были яблоки, груши, то есть урожай. Особенно хороши черенки, которые идут более-менее полого. В них очень хорошие почки, большим потенциалом к дальнейшему развитию в плодоношении им. Итак, вы нашли нужное дерево. Вы срезали не волчки, не слабые затененные побеги из внутренней части кроны, а достаточно толстые. Кстати, оптимальной толщиной черенка считается толщина простого карандаша. Итак, вы выбрали правильный черенок, нужной толщины, хорошо вызревший, со сформированной верхушечной почкой. Вы его срезали, и сейчас ваша задача подготовить черенок к хранению. Что нужно сделать? Во-первых, мы делаем срез. Срез подновляем так, чтобы он был максимально перпендикулярной оси самого черенка. Не скошенный вот так, или даже больше. Нет, именно ровный. Почему это важно? Чем меньше площадь среза, тем медленнее он подсыхает. Ведь черенок у вас будет храниться несколько месяцев в условиях холодильника, либо холодного помещения, но не промерзающего, серьезно, очень сильно. Где-то при температуре желательно около нуля, либо легкий минус, если речь идет о каком-то подвале. Итак, мы вот с вами выбрали отличные черенки. Мы подровняли им срезы. Если вы собираетесь хранить черенки у себя дома в холодильнике, вам понадобится хлопчатобумажная чистая ткань, влажная, которой вы для начала протираете поверхность черенков для того, чтобы снять с них возможные споры возбудителей болезней. Для того, чтобы удалить яйцекладки насекомых, если они имеются, вы внимательно осматриваете их, убираете это все. Другим кусочком влажной, чистой хлопчатобумажной ткани вы оборачиваете основание черенков. И после этого помещаете в чистый новый полиэтиленовый пакет. Пакет должен, желательно, конечно, полностью закрывать черенок, но завязывать его плотно ни в коем случае не нужно. Почему? Если мы завяжем очень плотно, там создастся очень высокая влажность, которая будет способствовать заплесневению черенков. Поэтому, если мы так положили, пакет нужно слегка свернуть, обжать вот таким образом и положить на полку в холодильник. Там, где температура держится, допустим, плюс один, плюс три. Это в зависимости от того, какая у вас регуляция холодильника. Это либо верхняя полка, либо средняя, в дальний угол. Положили, либо, если холодильник очень такой серьезный, можно и на нижнюю, чтобы она не крутилась у вас под руками, не мешалась. Но до весны забывать ни в коем случае не стоит. Ведь черенок – это живой все-таки организм. Хоть и спящий, он дышит. Вода испаряется сквозь тонкую корочку. Поэтому время от времени мы должны проводить ревизию. Мы достаем черенки, подновляем срезы, они подсыхают. Увлажняем ткань, в которую эти срезы обернуты. Ткань должна быть всегда влажной. В таком случае черенки у вас спокойно долежат до момента прививки. Момент прививки наступает тогда, когда у наших деревьев начинается сокодвижение. Тогда привитый черенок однозначно хорошо приживется. Если вы располагаете хорошим холодным подвалом, черенки можно хранить в нем, предварительно подготовив емкость, допустим, большое ведро, которое вы набиваете на одну треть снегом. И уже в этот снег вы ставите вот так вертикально черенки и отправляете в подвал. Находясь в таких условиях при ровной, низкой температуре, черенки не подсыхают. И к моменту прививки в апреле, мае, в зависимости от того, какой у вас климат местности, они будут живы и здоровы. Кстати, подновлять срезы им тоже периодически нужно. Они все-таки немножко окисляются и не могут обеспечить поступление воды. Вот таким вот образом вы можете сохранить в течение зимы черенки понравившихся вам сортов не только яблони, груши, но и других культур плодовых, ягодных и декоративных. Сажайте сады, прививайте и пусть удача всегда сопутствует вам в ваших садовых делах. Процветания вам и вашему саду. И до новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok